Платиновый подиум популярности с демонстрацией совсем не таланта, а славой тщеславия самых экстравагантных нарядов, своих старых пассий и проверенных вип-эскортов. Но мне сегодня не нужен вип-эскорт, потому что я, как истинная звезда, пришла со своей пассией. У меня есть свой видеооператор Вадик Селезнев, программа Коза и в клубе Полеро мы на красной дорожке. Идем? Как ты считаешь, на красной дорожке что важнее, каратность бриллиантов или длина лимузина? Статус человека, который идет по красной дорожке. А пассия для этого человека важна? Нет, там, во-первых, должно быть много бриллиантов, длина лимузина, высота каблука и, самое главное, пухлость, сисек и губ. Вот если бы вы одевались для красной дорожки, что бы вы одели? Что бы мы одели? Я думаю, что мы бы были практически голые. То есть, в принципе, Леди Гага берет пример с вас? Она уроки берет, не пример. Она просто... Мы преподаем ей, как нужно одеваться. А что сподвигло на костюм из мяса для Леди Гаги? Это просто у нее был кризис жанра, она просто забухала в тот момент. А бывает красная дорожка для диджеев? Конечно. А как она называется? Красная дорожка для диджеев. А как туда принято? Ред дорожка. Ред дорожка. Отлично. То есть, ред карпет это для всех, а ред дорожка для диджеев. Потому что у вас здесь есть дорожки? У нас и здесь, и вот под столом есть дорожки. Хотите? А на столе нет дорожки? Нет, только под столом. Чтоб никто не видел. Какой залог успеха на красной дорожке? Быть собой. Это самое основное. При этом, конечно же, немножечко пустить блеска в глаза, рассыпать бисер, песок. Ну и вообще, если со стороны или для человека, который на дорожке. У меня нет критиков, которые потом оценят тебя на этой красной дорожке. Как правило, я часто являюсь больше на стороне критиков. Я люблю пообсуждать. Простые, свободные, при этом соблюдают этикет мероприятия. Даже ковровая дорожка, она обязывает. И она бывает разного цвета. Соответственно, и формат поведения может быть разным. Так вот, он тоже лысый, он тоже очень сильный, а она кучерявая. Так что я думаю, что мы с тобой спокойно могли бы быть секс в большом городе. Так у нас и так с тобой секс в большом болеров. Креативное, что у тебя наверняка была какая-то свадьба, которая выходила за рамки обычного. И в которой, наверное, может быть какие-то мотоциклы, я не знаю. Да, дело в том, что для тебя уж точно не секрет, что я достаточно неформатная иногда ведущая. Неформатная. И свадьба, моя первая свадьба была нестандартной. Я категорически отказывалась от стандартных традиционных свадеб. И моя первая как раз была свадьба, это была свадебная вечеринка в Вегасе. Ты была Элвисом? Нет, я была Мерлин, конечно же. Конечно же, Маш, ну ты даешь. Нет, ну как, ну Элвис же должен всех расписать. Элвис у нас был, который расписывал всех, а я была Мерлин Монро.